Вот этот вот камушек, он с вершины Хантенгри. В лучах заходящего солнца он приобретает такой кроваво-красный вид. Очень красиво смотрится. За этот алый оттенок Хантенгри называют еще кровавой горой. Овеянная легендами, она считается одной из красивейших вершин центрального теньшани и словно магнитом притягивает к себе самых отчаянных смельчаков. Это снимок сделан с вершины Хантенгри уже, с высоты 6995 метров. Вот базовый лагерь где-то здесь. Здесь громадный ледник, южный на лечеб. То есть у него вот такие ледяные бугры и горы, они достигают высоты двух- и трехэтажного дома и выше. По канонам жанра покорение заветной вершины было мероприятием полным опасности и приключений, вспоминают альпинисты. Не было времени на акклиматизацию и ледяной воздух обжигал легкие. Часто шли на пределе сил. Нужно было постараться, чтобы благополучно преодолеть все трещины и не попасть под лавины и камнепады. Путь там проходит по леднику Семеновского. Ледник Семеновского считается опасным. Там лавины с пика Чапаева слева и справа с Хантенгри сходят. И место есть под скальной стеной там проходит, где камнепад. Человек, конечно, себя в горах проверяет на прочность. Это нужна громадная-громадная выносливость. Опыта экстремальным туристам не занимать. Пять лет назад Вениамин Реутов получил неофициальный, но весьма почетный титул «Снежный барс». Им в Федерации альпинизма России награждают спортсменов, покоривших пять семитысячников бывшего Советского Союза. Очередное покорение завершилось красиво. На вершине Хантенгри пермики установили алое полотно флага родного города. Говори, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне дороги далекие. Елена Закирова, Александр Аксенов, Телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok